Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, Греша. Номер 721. События дня. Иисус Новин 1.8. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Рустам Гусейнов. Игнатий Тихонович, мир вам. Я только что приехал из храма Кирилла и Мефодия, город Макеевка, ДНР, где состоялась Божественная Литургия, после которой я сел со священником побеседовать. Задал ему душотрепещущий вопрос о правильном крещении с обязательным троекратным полным погружением с головой в воду по канонам с соборов Церкви Православной нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Священник молвит, что это все чушь, это тебя бескрутит. Вот, на последнем соборе было решено, что это все не надо, достаточно облить, а если нет воды рядом, можно и песком посыпать, что эта формула и так работает. И вообще, включи мозги и сам подумай, если так крестят практически всех, тогда это правильно. И не надо тут спорить. Если бы что-то было не так, тогда бы в церкви уже давно немедленно разобрались и так далее и тому подобное. Он говорит, если ты такой дотошный, то поезжай в Иерусалим и там крестись правильно. Сам этот священник утверждает, что он был крещен в пять лет. Его поставили в тазик и облили. Но после этого во взрослом возрасте он все-таки крестился в Израиле троекратно, полностью. То есть, согласно канонам соборов церкви православной. Это тоже обман. Они там купаются, когда сами погружаются и считают это крещение. Потому что там и Ордан. Это обман. Я ни одного еще не встретил, который там крестился. Просто обман. А чего бы они там крестили, если здесь не крестят? Если он подчеркнул, еще подчеркнул тот факт, что креститься второй раз – это грех большой. Хотя я ему утверждал обратно то, что на основании соборов крещения у меня вообще не было. Короче, этот священник – волк отмороженный, который не слышит ничего, перебивает и утверждает свое, перекручивая наоборот. Вот образно говорит, что белое – это черное, а черное – это белое. Но он совсем Бога не боится. Дал бы ему по морде, только вера моя не позволяет уже. Хотя на Никейском соборе-то святитель Николай-то архиепископ Мерликийский ударил арея по щеке. И за это был удостоен почета и прославлен как угодник Божий. Но вот как раз не то. Его сняли с поста. Он не председателем был, да уж явление Божьей Матери тут приписали, будто бы она чуть ли не одобрила. Я ему сказал, чтобы он укоротился и не гнал пурги. Сказал, что я не сам все со своей головы беру-то, и что бес не крутит мною, по меньшей мере в данном случае. Я его поставил в известность, что за мной стоят серьезные люди, в вашей крестовоздвиженской общине, глава которой Игнатий Тихонович Лапкин. Что вы говорите все верно во свете Библии, согласно канонам Собора Православной Церкви. Что вы в свое время претерпели великое испытание, отсидев свой срок за проповеди, начитку и распространение архипелага ГУЛАГ. Он молвил после всего. Ну так вот и ступай к нему, то есть к вам, Игнатий Тихонович, и крестись у этого человека. Это было 2-го, 12-го, 217-го. Сыхозский Александр, с Украины. Сегодня по дороге в храм была сбита насмерть пьяным водителем сестра Анна. Она была на встрече с вами в Доманевке и часто вас обнимала. Очень любила слушать ваши проповеди. Помолитесь о ней, Господи, упокой Анну. Ну, а представлены в обителях небесных. И прости и всякое согрешение, вольное и невольное. Ибо нет человека, который, живя на земле, не грешил бы. Ты, человека любишь, Бог, благ. Прости и помилуй. И вечные муки избавь. Небесному царству причастницу учини. И душам нашим полезное сотвори. Сегодня занятия по взрослой воскресной школе не были. Хотя после такого мне уже и неохота сидеть на его примитивных лекциях, хотя и грамотно составленных. Тут у меня получилось так, что внутри это все еще тут Рустам говорит. Все равно на них были разборы страстей. Шревоугодие, сребролюбие, грех блуда, печаль и так далее. То есть до слова из Библии так и не дошли. И не дойдет, я так понимаю, с такими тенденциями. Ему только на литургию по воскресеньям и десятину через него Богу. На этом и все пока. В общем, на данный момент мне так и не с кем собирать. А то, что я подходил уже к некоторым людям со словами о Библии святой, тем, в свою очередь, особо-то дела и не было никакого. Единственное, в чем я понял, Сергей Игнатов из города Угледар Донецкой области. А в конце я вам уже присылал. Этот Сергей даже не удостоился ответить на мои вопросы-то, а в чате отписывается, кичится вашей общины. А сам обнулил мой разговор и предложение. Лизаблюд. Я отвечаю. Да упокоит Господь в обителях радости душу усопшей Анны и да утешит родных и близких ее. Галина Влески. Мир вам, братья! Наконец-то состояла встреча прихожан нашего храма с темой о рождении свыше, подготовленной с вашей значительной помощью мною. До темы вождения Духом Святым христианинам в его жизни не дали договорить. А почему? Потому что постоянно ведущий брат Михаил Соломатин-то перебивал, вскакивал, подбегал к доске, изображая свои доказательства и так далее. И прав по-библейски-то был брат-то, но легкости и стройности в его размышлениях на йоту. Мозговая каша. К примеру, окрещение младенца не в трехкратное погружение. А откуда где написано, что младенца отрязан не погружать-то? И переводит на иную тему. Не дал слушать прихожанам и себе. Говорил в свое провержение, как будто стиснул зубами сахарную косточку. Поднимая высоко над головой Библию, говорю, глава стих не помогает. Поднимаю над головой катехизис, изданный нашим митрополитом Аристархом-то. Считаю еще раз о таинстве крещения троекратное погружение по канону. И все равно не дает сказать. Говорю, что хорошо, твердая пища не разжевывается. Принесла словесное молоко святого епископа Феофана Вышинского. Послушайте. А в ответ. А святые могли ошибаться. Смех сквозь слезы. Лукавый мою гордость щекотнул. И пусть остаются скотовогильником. Промелькнуло в моей голове. И тут же не возьмешь. И крестным знамением укрепилось. А почему пошла на приходские библейские занятия? Да потому что, как не приду, вижу и слышу понижение книги книг. А именно, быстренько почитали, сами постолковали и стали разбирать светского, очередного, модненького автора, психолога, политика и так далее и тому подобное. И в конце занятий ведущий Михаил, разведя широко руками, обыкновенно произносит. И где большинство наших прихожан? Как правильнее в дальнейшем поступить-то? Первое, прочитать слово, затем толкование. И второе, готовить тему по слову и святым отцам. Вот это непросвещенные христиане. Ведущему выдам адрес скайпа Сергея Бубкова для занятий. Вижу, что очень ревнует наш брат. Помолюсь, чтобы он вышел на ваши онлайн занятия. Благословите немощи мои посещать занятия этой. И в дальнейшем во славу и величие Бога. Я отвечаю. Исайя 8,20. Ну, то есть, моего нет ни одного слова-то. А то я что-то говорю, какое-то учение. Какое учение? Где они нашли? Исайя 8,20. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. И будут они бродить по земле жестоко, угнетенные и голодные. И во время голода будут злиться, курить царя своего и Бога своего. И взглянут вверх и посмотрят на землю. И вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда мрак будет там, где теперь он сгустел. 2 Петра, 1,19. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. 2 Петра, 1,9. Еще раз говорю, которые внимательно слушают, смотрят, тем более в письмном виде мы перед ними. Это кладем просто. А в ком нет всего? Тот слеп, закрыл глаза, забыл об ощущении прежних грехов своих. 2 Тимофею, 3,15-17. Притом же ты и с детства знаешь священное писание, которое могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Деяние 17.11. Здешние были благомысленнее фессалникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая писание, точно ли это так. И снова Рустам Гусейнов вышел. Роман Малыш, мой дорогой брат во Христе, хочу вам дать совет. Вы взрослый человек, и вам решать в конце, принимать или не принимать. Но все-таки я бы на вашем месте не тратил ни минуты на видеоролики. А по максимуму старался перенять духовный и жизненный опыт Игнатия Тихоновича Лапкина. У вас такая возможность, пользуйтесь. Слава Христу. Ну, вот это, он сказал, тут у них большая переписка была, и вот, ну, воскресенье, что? Как всегда, я встал раньше, начало второго часа было, ну, и вот он все разбазарил. Потом у нас было богослужение, литургия. Потом собрание. Ну, после собрания, как всегда, у них песнопение и занятие. И там кто-то сказал, что сестра наша тут болеет, одна прихожанка, Фомина. Фомина Валентина Ильинична. И теперь у нее на домой из Рубцовска привезли еще нашу сестру, одну, Маркетанову, Валентина Дмитриевна. А за ними ухаживает Патяева Любовь Николаевна, врач. Она живет с ними. И она, будто бы наши ходили к ней туда, и она не запустила их. Ну, я объяснил, почему так делается, и говорю, ну, сейчас тогда сам поеду. Неужели она не запустит? Да не, даже предположить не мог. Нет, нашли. Сергей Бубков отвез и запустил, и дальше мы побеседовали. Я все это, Володя, записал. Мы выстоим, через недельку будет. Так что, вот наш день такой был удивительный. Ну, и наши ресурсы показать. Это мой мир. В моем мире очень люблю эту систему. Что интересно. Вот, контакты, одноклассники. Ничего не делают. Там мой мир, как кость поперек горла. И на Украине эту систему, говорит, закрыли. Как это так? Вот это да. Ну, и наш форум 1607. Ну, вечером вчера вышел у меня один с Молдавии, Виталий. Тоже ролик будет. Была беседа у нас. Ну, вопросы хорошие задавал. Сейчас 45. Я сейчас заново от корки до корки прослушал. Заново. И он только в этой беседе меня назвал Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович 25 раз. Не то, что мне это нравится там или как. Ну, вот такой человек. А вот вышли как-то от Даниила Сысоева. Ну, ой, как они. Хамьё настоящее. Почему? Вопрос. Почему они? Божья воля. Там раздавили мигом. И не видать и не цехать его. Где он там? Живой нет. Кто знает, этот Александр Калинин освобождён или нет? Вот, Божья воля. А здесь Святая Русь. Ну, и проще такое. Ну, и наш видеоканал. Вот он, как выглядит. Ну, 9592 подписчика и 9 473 000 просмотров. Вот так. Ну, и ещё можно открыть. Это «Восвяти Библии» наш православный библейский сайт. Тут вопросы, главные вопросы о государстве. Я могу хотя бы один вопрос тут вытащить и прочитать. Вопрос 2907. 14 том открытым оком. Слышал, что бюрократический аппарат при Ельцина разросся более чем в 10 раз. Может, сегодня он ещё более располнял? Ну, уж очень много по всем кабинетам этих служащих. А какая пропорция должна быть по отношению к нашему населению? Ответ. В Библии есть несколько мест, по которым можно представить себе, что считалось оптимальным. Первое. Третье. Царств. 2.35. Вопрос задан. Если задать сегодня священникам, то, как раз я про это в Библии сказано, я не знаю, какой будет отвечать. Главных представников над работами Соломоновыми было 3600, которые управляли народом, производившим работы. А 3600, а сколько же было рабочих-то? Третье. Царств. 4.7. И было у Соломона 12 представников над всем Израилем. И они доставляли продовольствие царю и дому его, который должен был доставлен продовольствие на один месяц в году. Третье. Царств. 5.14.16. И посылал их на Ливан по 10 тысяч на месяц. По переменам. Месяц они были на Ливане, а два месяца в доме в своем. Вахтовый метод. А до нерам же начальство над ними. Еще у Соломона было 70 тысяч насящих тяжестей и 80 тысяч каменосеков в горах. Кроме 3300 начальников, поставленных Соломоном над работой для надзора за народом, который производил работу. Я делаю вывод. Примерно один начальник над 43 рабочими в горном деле. Вот так. Второе. Парапаминон. 8.10. И было главных приставников у царя Соломона, управляющих народом, 250. Первое. Парапаминон. 23.2.5. И собрал всех князей израилевых и священников и левитов, и исчислены были левиты от 30 лет и выше. И было число их, считая поголовно, 38 тысяч человек. Из них назначены для дела в Доме Господнем 24 тысячи. Песцов же и судей 6 тысяч. И 4 тысячи привратников. И 4 тысячи прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления. Ну, думаю, на сегодня уже хватит. Всё.